Почему всегда важно проверять срок годности продуктов? Что может входить в состав, на первый взгляд, обычных игрушек? И где все-таки стоит приобретать товары для себя и своих близких? Эти и многие другие вопросы стали темами открытого диалога журналистов, ведущих СМИ региона с представителями комиссии. Несмотря на то, что 21 век ознаменовал себя столетием активной информатизации и компьютеризации, вопросы по обеспечению должного качества производимых товаров все же остаются открытыми. Только за 7 месяцев текущего года Брестской областной инспекции Госстандарта установлены нарушения требований технических нормативных актов и законодательства при 203 надзорных мероприятиях. Основные нарушения были установлены по безопасности, в частности по пищевой продукции, наличие пищевых добавок, неразрешенных к применению, наличие бактерий группы кишечной палочки в продукте, по игрушкам, наличие поверхностного окрашивания. Проверки, проводимые специалистами комиссии, проходят на разных объектах. В официальных крупных магазинах нарушения чаще всего единичны. И даже если они обнаружены, то устранить их специалисты и товароведы стараются сразу. Репутация, как известно, важнее. Другое дело – стихийные рынки. Ни сертификатов качества, ни должных условий хранения, ни оборудованного прилавка. И одно дело, если это овощи или фрукты, только что собранные на огородах или участках. Другое, когда в буквальном смысле с асфальта продаются соленья, колбасы и даже одежда. Конечно, и в этом случае могут найтись те, кто возразит. А где взять то – домашнее, натуральное? Специалисты говорят – идите туда, где все эти продукты проходят предварительную проверку и получают специальное разрешение на продажу. Например, на Брестский центральный рынок, где есть своя лаборатория. Анализируя причины всех нарушений, специалисты приходят к мнению. Виной всему пресловутый человеческий фактор. Кто-то специально, а кто-то случайно. По незнанию, которое, как известно, от ответственности не освобождает. На любом предприятии должен быть производственный контроль. То есть от руководителя до его специалистов, до тех, которые управляют этим маленьким объектом, они должны вот это все сами отслеживать. Не мы должны приходить им указывать пальцем, у вас тут то не так и то не так, а они внутри у себя, каждое предприятие, оно должно этим заниматься. К сожалению, не все это понимают. Стать своеобразным помощником комиссии может каждый заинтересованный гражданин. Представители контролирующего ведомства напоминают, работает горячая телефонная линия, позвонив на номер которой, жители и гости областного центра могут задать интересующие вопросы по теме качества товаров и услуг или просигнализировать о замеченном нарушении.